Привет, зритель! Давно не ела на камеру. У меня тут замечательный салатик. Я даже есть начала еще до того, как включила камеру. Хлебушек боярский. Грудка куриная от курочки запеченной в специях карри и соли в пакете. Ну, в смысле рукаве. И зеленый чай с карендулой с обручной, вручную из нашего сада. Короче, тут капуста синяя, которая фиолетовая. Капуста обычная, белокочанная. Огурец, морковь, перец, который такой типа сладкий, яблочко, петрушка, масло конопряное, неочищенное, не рафинированное, не дезидорированное, но обычное, которое пахнет. И соль. Ужин. Я забыла вообще, как я последний раз ставила этот штатив, чтобы было все видно. Полчаса на это угрохало. Курочка уже успела остыть. Я ее подогрела в микроволновке. Она еще подогрела тушку. Я что-то повадилась уже месяца полтора как. Ну, не каждый день, конечно, но вот полтора как. Полтора месяца назад мне так подлилось делать курицу. Даже может месяца два. Полную курицу целую потрошенную покупаешь, в специях обваливаешь, пакет суешь, завязываешь, зырки делаешь и в электрическую духовку. Где-то так на 190 градусов минут на 45. А еще тут грудка оборванная с тушки курицы. Причем, если так грудка вареная, она какая-то суховатая, и вообще ее есть не хочется, то если так запечь, очень даже вкусная, мягкая. У кошки там другая часть. В этот раз у меня где-то на килограмм двести вышла эта курочка. Во-первых, ее дешевле покупать, потому что курочка стоит сто с чем-то там, ну, 140 рублей, допустим, килограмм. Приходит около 200 рублей в среднем. А вторых, ее можно запечь. В принципе, для этого и покупаю. И потом дня три есть. Из бульончика, который как бы вот этот жир в пакетик накапал, можно сварить суп, чуть-чуть разбавить, ну, как по большей части разбавить водой, потому что он концентрированный. Хожу и такие мелкие кости, ну, типа там шейка, хвостик, крылышки, жирает кошка. Крупные кости я увожу в собачке выдры. Все счастливы. Можно, если курочка большая была, где-нибудь килограмма на полтора, то из грудки, потом сделать салатик. Ну, в смысле как? Грудку оставить, отберить ее там, измельчить. Потом кукуруза, вареное яйцо, что-нибудь еще с курицей и со сметаной. Вкусный салатик. Тут покупное, только соль и масло, как она пряное. Огурец это вот, ну, я, короче, выливала ветки огуречные, и там немножко огурцов еще оставалось. Это все вот как бы с огорода. В смысле с сада перцем, правда, перец от соседей моих родственников, тебе их угостили своими перцами, ну, с их огорода, а родственники угостили меня перцем. Перец такой большой, хватает на несколько салатов. У нас аналогичные, но маленькие. Ну, и яблоко тоже с сада там, на одной яблоне, то есть такие красные яблоки. Яблони небольшие, регулярно яблочек на ней, каждый год по чуть-чуть. Ну, я бы дали яблоко. Я еще там вдруг подумала, что можно яблоко в садат добавить. И морковку, вместо того, чтобы резать, я ее, короче, очистила, а потом той же фигней, которая очищает морковку, порезала ее на такие полоски. Ну, как бы очищаю ее. Я открыла Америку. Нож, который довольно большой, широкий, которым обычно мясо фигачу. Ему очень удобно резать овощи. Получается довольно тоненько. И перец в итоге так именно строгала. И я подсела что-то на хлеб боярский. Он у меня как-то быстро успеет, ну как, дня 4 он у меня живет. Но у него курочки такие, они большие, толстые. Он нарезка. Они успевают, я не успеваю их съесть, они начинают присневеть там, ну, сохнуть, дохнуть. Я в этот раз половину убрала пакетик просто, вот, хлебницу. А половину убрала другой пакетик в холодильник и коршки порезала кусочками. Так как я тут второй день что-то помираю в очередной раз. Да, и так. Но когда помираешь в очередной раз, то на хлебушек черный, или вот такой. Но если, по-моему, между черным, каким-нибудь там, между заводным и черным, то я сейчас этот хлебушек помячу. Я, наверное, сейчас не очень громко говорю, ну, в смысле, не тихо, не шепотом, но просто не очень громко. Я подумала, что можно было бы поставить сюда микрофон, который я тогда тестила с хавчиком, ну, типа, самарный хавчик. Потолка затруднешься. Только телефон брать, потому что он тогда резонировал. Ну, как-то фонил, когда микрофон рядом с телефоном был. Я тогда управляла как раз с телефоном. И можно было бы пожрать тихо. Как раз с микрофоном. Ну, вот как-то так. Клуты нажралась. Я бы еще у него осталось. Надо бы потом убрать пакетик и в холодильник, чтобы не испортилось. Я сначала хотела просто салатик поить, но что-то мне совсем хреново стало. Я хотела вот там фону видно. Ключок. Сделать. Но оно еще не остыло. До суть нужной температуры. И в какой-то момент я поняла, что если я мясика не положу к салатику, короче, если я не поем мясика, то будет совсем хрило. Просто салатик с небушком уже не спасет ситуацию. Мне тут нигде по кукпедовскому рецепту впервые в жизни сделала квашеную капусту. Небольшое количество. Где-то на пол-литра. Еще и измельчила так вот. Очень мелко. Измельчите. И еще внезапно вкусно. Внезапно я поняла, что тот самый вкус квашеной капусты дается в сочетании сахара и соли. Когда я раньше рецепты видела, я думала, нафиг там соль, сахар, если я там, ну типа соль, еще понятно, нафиг сахар. Кажется, вот... Кстати, вот курочка в рукаве со специями. Косточки потом вообще отваливаются от мяса сами. Как бы советоваться, по-моему, 180 градусов температура, но вот я как-то делала, 190 поставила еще вот так это. Вообще я думала, что она там сейчас нафиг сгорит. И она вроде как сначала так в пакетике потрескивает. Но на самом деле выходит именно так вот, сочно очень. И кости от мяса сами отваливаются. Капустина, которую я резала, очень тоненько. Надо было, конечно, не все замазывать, тут много вышло. Ну, если бы я без хлеба и мяса ела, то мне бы, наверное, было немного. Я еще подумала сегодня, когда салат делала, думаю, я же давно не хала на камеру. Диа, что ли, меня один зритель поддерживает подпиской на бусте, на хавчике. Ты, кстати, тоже можешь меня подписать, поддержать, зритель. Подпиской на бусте. Или будьте каранного. Если ты из России. На хавчике. 300 рупий в месяц. 30 рублей захапает сама площадка. 270 выпадет мне. И тебе хорошо. И блогера поддержал. И мне нормально. Курицу куплю опять в лишний раз. И пожру на камеру. Ну и подумала, я же давно не хавал на камеру. Правда, у меня никакой особой темы для хавчика на камеру не сложила их в голове. Я вообще думала, просто поесть молча. Здесь у меня одни родственники. Ну, они как бы... До того, как наш президент россиянский им год назад не добавил пенсии, они довольно скромно жили. Ну и сейчас, в принципе, не особо так, чтобы шиковали, да? Ну, у них как бы свой огород. То-сё. И у них вроде как, с одной стороны, вот так всё очень бюджетно, а с другой стороны, бабушка готовит так очень вкусно. Когда мне бывает. Я тут подумала сделать салат. У меня как раз случилось маленький качанчик вот этой фиолетовой синей капусты. Я ещё не знаю, почему я синей капусты не живу, а точно на фиолетовое. Просто капуста была. Ну и случился перчик. А я сделала салат. Значит, фиолетовая капуста, белая капуста и перчик. Это что-то так вкусно. Думаю, блин, у меня каждый год вот эта капуста какая-то белая бывает. Вот ещё и перчика нафига случилось. Ну, относительно того, как раньше была. Ну, а почему бы не поесть? Ммм, ну и поделать такие салаты. И вкусные, и полезные, наверное. И бюджетно. Не, место в холодильнике освободиться. И капуста раньше времени ласта не склеит. То знаете, она иногда лежит, 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 и раз ласта склеила. А её даже ещё и не поели. А классу я ещё в прошлом году хотела сделать. У нас уже что-то дофига капуста было. Или мера каца. Ну, короче, в итоге что-то у меня тогда не случилось. Я тут внезапно ввязалась в то, в чего меня ещё с осенью 18-го года приглашали. Амбассадоры Кукпада. Ну, я поняла, что это совсем не моё. Там вроде за две недели ни черта не делания. Автоматом из чата вылетаешь. Ну, русной там такой-нибудь админки одолитит. Я так понимаю, что это будут подобные амбассадоры. Ну, когда за чисто энтузиазмом делаешь то, что другие по идее делают за деньги. Это как пирамиды. Типа на Мари Флейма. Гринвей. Фаберликов, Эйвенов и прочих. И сейчас хочется сказать сразу. Специально для тех, кто любит принимать всё на себя. Не хочу, не хочу видеть. Но у меня такое ощущение, что туда идут люди, у кого нет какого-то конкретного хобби. Потому что, слушайте, а я лишь могу всякой фигнёй пострадать. Там Манговер дофига почитать. Ну, не надо посмотреть. Времени дофига угрохать на это, да? Ещё что-нибудь. Но я не вижу кайфа. Может, просто это ещё не моё. Не словился тот момент и т.д. и т.п. Я даже не знаю, как этим расслаблять мозги. Ну, иногда считаешь, какую-нибудь дичь. Мозги расслабляются тут. Ещё и камень-то при этом. Берётся база с кучей ссылок на каких-то авторов. И ты должен... Ну, лайкнуть, это ещё ладно. Пофиг, я там иногда захожу, у меня приложение загружается, и там вот все подряд рецепты. Я даже иногда лайкаю те ресурсы, которые с баклажаном, а я баклажаны не ем. Каменький. Я даже вообще подписывался и каменький. Я там, как бы, вообще, на полтора времени млекопа подписывался. Чисто то, что у меня там закладки не охота добавлять, чтобы дофига закладок, чтобы искать. Лучше я подпишусь на этого чела. Аккаунт там какой-нибудь сто лет уже не обновлялся. Ну, зато там какие-то рецепты, которые мне интересны. Внезапно. Ну, ладно, на Кукпаде где-то процентов, хочется сказать, 30. Я думаю, это много. Процентов 10. Адекватных рецептов. Блин, жалко, что курочка маленькая. Там, конечно, можно было ещё что-то оторвать. Но мне хотелось вилкой это оттыкать. А не руками жаркать. Поэтому это лакошки. И мясика у меня уже больше не има. Зато, правда, у меня там сыр есть. Тот, который мне понравился, уже это 6-й, наверное, у покупателя. Жаворонки. Или заворонки. Но мне почему-то хочется сказать именно жаворонки. И сегодня ещё купила, помимо того сыра, этот ларец с грецкими орехами. А так, мясика у меня нету больше. Есть только фаршик. Который я потом с перцем хочу, и рисом зафигачить. Потушить. Как вот, берёшь из базы ссылку на какого-то автора, я обязан его комментировать. Мне некоторые люди, аббассадуры там попозрались, ничего меня так не догоняю. У них какие-то такие фееричные правила, ты их должен соблюдать, а большая часть этих самых амбассадур и самих, кто про эти фееричные правила теряют, их не соблюдают. В плане оформления рецептов. И прочего. Там одна мадам есть. Как она меня икар раздражает. У меня ещё в своё время была фотография одна, ну, как аватарка. Просто вырвеглазная лично для меня по внешним, взаимым ощущениям. И она что-то мне каментила с такой вот. Она каментит людей, исключительно с такой, с подколом. С подколом, причём негативным. У меня как-то глянуло рецепт какой-то, а потом и все остальные. И вот, это даже рецептом сложно назвать. Но она считается каким-то супер-крутым амбассадуром. Так вот, суть такая этих комментов, надо писать оскорбленный комментарий. Либо с подколом, либо с лестью. У меня складывалось впечатление, что этим занимаются люди. В голове всплывает одна баба. Но если я её упомяну, она, наверное, совсем разразится потомкам смайликов неадеквата в моём чате. Ну, выложите в телеге. Ну, или порадуется, что я про неё вспомнила. Короче, людям, у которых нет своего какого-то хобби, которое приносит радость. Они, либо, ну, по большей части, не все себя мнят супер-какими-то центрами вселенной. Зажавцами, закомплексованными при этом. В интернете они герои, а в реале они, хочется сказать, брусы. Ну, а в реале они какие-нибудь такие заточи присневелые, которые мя-мя со страху заикаются, скорее всего. Ну, может, не так, конечно. Может, там есть и они самоуверенные не только в интернете. Опять же, никого не хочу убить. Надо пить. Вот, кстати, я думала записать на субботке и поговорить про амбрессадуров. Но в итоге к этому к этому пришло. Я потому что в блоге писала пост, но что-то у меня никто и в чате на этот пост никто ничего не написал. Ни в дышку, ни куда-то ещё. Второе. Ну, там задание новичка. За неделю надо делать, значит, опубликовать любой рецепт, любой фотоотзыв. И раз в месяц надо делать репосты. Я думала, репосты надо делать тех рецептов, которые нравятся. Я даже в Одноклассники согласилась, чисто для себя репостить. Ну, что думала, в Инстаграм это, как бы, хоть я и редко пишу, но я пишу туда как-то своё. Твой контент. Дорогило. Что я туда скидывала эти дурацкие стикеры, которые там, купаете-то, какие-то непонятные конкурсы выдавались. Стикеры, которые вообще ничего не знают. Ну, если только до накомплексованных людей, они греют им чувство собственного значимости. А мне на эти стикеры как-то с высокой колокольник. Чихать. На Ютубе тем более. Ну, короче, в любой социальной сети, кроме Одноклассников. Я там не была, у меня вообще как-то фиолетовая. Туда захожу, если только у меня сотрудничество с какой-нибудь фирмой крайне редкое. Или пощущиться туда. Ну, и захожу раз в год сказать спасибо за поздравление. Я даже не очень курс, кто у меня там в друзьяшках нежно чистится. Ну, или если мне там надо какого-нибудь человека найти, в других социальных сетях он не ищется, а мне интересно посмотреть, как он там жив-дорог. Туда я в Одноклассники залежаю. Так вот, рыбосты надо делать исключительно капи-пастой. Капи-пасты не только текстом, сколько еще картинками. Есть отдельный бложик, ну, видимо, еще и ватсап есть, но у меня же мужчины напытались номер выбить. Думаю, зачем вам мой номер? Хватит до того, что вам за какой-то хрен понадобилась моя натуральная фамилия, ну, в смысле натуральная моя фамилия, дата рождения, город, ссылка в инстаграм, в кук-пет, еще какая-то дичь. Ну, фолочка. Фолочка бы какая не подойдет. Я так понимаю, я помню, как они, я до сих пор так и не обозрела, что Горбушкин тогда просил. У меня там три электронных сборника кук-пета моих рецептов, как они вручную это все перепечатывали с кучей ошибок. Видимо, люди, которые учат тебя правильно фотографировать, при этом, ну, так я не знаю, как они так увеличивали фотки, что я скидывала, что у них размыто было. И эта-то им фотка не так, и та-то им не так. в некоторых чатах, в общем, ну, как общий чат, где даются задания этих амбассажеров, знаете, там такие сокращения позже. Я, конечно, сокращаю слова, а я знаю, что у некоторых людей туго с пониманием с первого знакомства со мной относительно каких-то слов. я помню, как мы сообщали с Никитосом, он первые полгода не догонял большую часть слов, которых я употребляла. Также, в принципе, когда он переходил на блогерский слаг, ну, в смысле, это программистов, сокращений своих. Но, когда сокращают слова, которые, ну, знаете, если вы, вроде как, сотрудничаете на добровольной основе в какой-то компании. Куча народу, которые на добровольной основе сотрудничают между собой. Мне кажется, деловой язык всё-таки предполагает «пожалуйста», а не «позже». неподколы с порога относительно внешности человека самого или ещё чего-то. Какое-то более адекватное отношение нереальное. как бы сказала бабушка или дедушка, бог пристанет, мало станет, походу, дело ко мне пристал, какой-то бог. Явно голодный. Он сидел сам меня, ему сейчас вместе хавая. Так вот, бложек с заданиями. Рецептами, если ты амбассадор, считаются только те рецепты, которые сделаны по базе. База включает в себя список рецептов, которых либо нет на сайте, либо мало их, либо хрен знает, как они подбирались. Но я просмотрела эти рецепты, я поняла, что то, что я ем в последнее время, и то, что там хотят, чтобы я бы это приготовила, съела, мне ну совсем не подходит. Фотоотзывы тоже ты делать должен исключительно по базе. Это просто фотоотзывы, они не считаются. С каких топор коллаж на заставке не считается хорошей, четкой фотографией? У них есть фотошкола, бесплатная, онлайн. Типа как любым телефоном фотка. Хорошо. Я думаю, даже если какая-то супер качественная обработка в каком-то приложении, допустим, иншот, где для телефона есть бесплатная версия, если не хочешь платить баснословные деньги за подписку на это приложение, можешь глянуть рекламу, и тогда у тебя этот жедяной знак иншота уберется. В принципе, я в нем и монтирую шортики. Ну, крайне редко какие-нибудь видео, снятые. Не шорти, а вот так. 16 на 9. Все зависит от качества камеры и телефона. Я помню, у меня были очень размытые фотки, когда у меня был алкозель. Не очень размытые, ну, как бы нормальные, но иногда не очень такие четкие. На Micromax или Dexp. Тоже такие хреновенькие фотки на смартфоне, который еще влюблен. Megafon Login 2. Но то, что они считают хорошими фотками, это куча всякой ерунды в кадре, и в центре там какое-нибудь блюдо. Здесь какой-то рецепт у кого-то из них. Слоеный салат. Как бы понять, что это слоеный салат. Он хотя бы вот так вот должен быть. Не сверху снятый, а хотя бы частично сбоку. Ну, или в три четверти. Потому что сверху непонятно, что он слоеный. И от таких фодочек, которые популярны у фуд-блогеров, я, наверное, не догоняю этого стечения, они считаются типа крутыми. Но от таких фодочек я гляжу на рецепты, мне уже не хочется ничего такое делать. Лучше я сделаю как приготовлю то же самое, но по тому рецепту, где, допустим, сфоткана не так гламурненько. Не всякой ерунды в кадре, а чисто то, что мало. пинтерест. Есть такой сайт там раньше, ну и сейчас, в принципе, я там находила какие-нибудь странички из Манг, что мы переводили, там иногда даже выходили, вот находила именно те странички, которые на русском были. Чуток, печаль, еще что-то. Если у меня тут второй шанс. и девушка главный амбассадор заявляет, что будет только она при этом сайте знала, остальные нет. Еще при этом сайте можно узнать только если пройти обучение в одной бесплатной школе, фотошколе Кукпет. Да знаете, когда вы приходите, а у меня такая тема была, на первом курсе сдавала экзамен по теории культуры. У меня была работа пентаграмма мистики. Можно познакомиться с ней на архивах.org или на какой-нибудь сайте, где есть какой-нибудь там ProZar.ru общерит. Может даже из большинства нахрен знает, я не помню, куда ее все заливала. Ну и как бы, а у другой девочки было хуже тело в Пифагоресе. Это когда у нас было это как бы все с семинаром или что-то в этом роде, надо было открывать вопросы. И я задавала вопросы человеку, знаешь, что он вообще как бы не читал свою работу скатал с интернета, а символ Пифагорейцев, ну пентаграмма. И препод мне тогда сказал, что, говорит, я люблю таких людей, которые задают вопрос, знают на него ответ, но хотят узнать, знаете ли человек, который про это глаголит с умным видом, но глаголит явно дичь. Ну, тут так же, когда ты понимаешь, что ты больше этих людей понимаешь теми, которые они осуждают, смехуёчки в лицо, и какой-нибудь обиженный надмедленный троллик в личное сообщение, когда тебя называют Светланой, вместо того, что ты Ольга, и как бы в чате видно, что твоё имя Ольга, и как бы человек, по идее, должен знать, что ты Ольга, что тебе давали информацию, ссылка, что хотя бы даже Ольга. И потом ведёт себя так, что Ольга, ха-ха, смарик, обезьянки. Я такую допустила оплошность. Я не глянула, что там, кому я пишу сейчас. Я говорю, человек вам пишет совершенно без уважения. А если допустим, он мой разработатель, вы человеку в ответ отвечаете исключительно вежливости. Либо же промолчать и поражать над людьми, которые думают, что они дофига во всём разбираются, но на самом деле ничего не понимают. Я в этом году как-то почти не удаляла времени к рубайду. В какой-то момент я тут поняла, что мне удобнее не раз в неделю как штык напечатать хоть один рецепт. А тогда, когда мне приспичат. Вот это салат, допустим. Или супы, которые я в последнее время делаю. Супы, пюре. С одной стороны можно запечатать туда, чтобы он был и чтобы я его помнила, чтобы я точно так задела, а с другой стороны мне так лень. что я и не пишу. В итоге два моих рецепта, а вообще их три за неделю. Сначала мне написали про амбасабур торт, а потом я заполнила форму, потом мне написали в личку. Но так как меня ещё в этот день не включили в общий счат, то рецепт того дня не считался за рецепт. Дмитрия два, ну и два фотоотзыва. Фотоотзывы, когда вы делаете фотоотзыв, то вы должны дать развернутый ответ. Ни вау, круто, ни спасибо за рецепт, ни какой-то смайлик. Может это сделано специально для тех, кто не умеет общаться? Рано там вежливое общение так, между собой так. Изначально там было как тебе вежливо пишут, ты вежливо отвечаешь. Многие думают, что я могу говорить только на сленге, но исключительно с этими людьми общалась полноценными словами. Не сейчас, а сейчас, допустим. Ну что я думаю, как бы мы не настолько знакомы, лично, или просто даже не настолько знакомы, чтобы я могла переходить на какой-то там дружеский сленг или на какой-нибудь стиль общения нацепить. надо высасывать из пальца какую-то информацию на 2-3 предложения в комментарии к рецепту. Я вообще этого не догоняю. Может, я рискала чисто рецепт какого-то еды, вот я нашла этот рецепт на кукпеле. Хотя я большинство рецептов в то время брала с поваренкой, я там даже зарегалась. Там как-то 98% адекватных рецептов. 98% из 100%. Не 10% из 100% на кукпеле русском. 98%. Кукпет японский. Он так тот самый который откуда все пошло. Я подписана на ютуб на какого-то блогера японского. Я как бы давно и не смотрела, но чисто чтобы не искать закладка. Даже не знаю, допустим, канди. Или что-то еще. Но там настолько конкретно подробные рецепты, что человек может понять даже не зная японского. Даже если частично знаешь японский. Но что-то не догоняешь там вот бывает очень много российских рецептов русскоязычных. Где тяп-ляп и не поймешь о. И куча исполченных в итоге продуктов. На культу подачи материала нормальная. Можно сделать даже не зная языка по рецепту японского купета что-то что делаешь вообще впервые. На российском купете этого сложно добиться. так вот рецепт должен быть исключительно копипастой. Инстаграм или телеграм спасибо не надо вы мне даже если бы они мне заплатили я бы то не стала. к тому же мне на днях кстати пришла какая-то такая приложение о работе на площадке где разрегалась чисто случайно потом удалила регистрацию с месяца читали как. Мне предложили по рекламе за 100 рублей и кстати я подумала я не настолько как бы бесую чтобы тратить кучу времени на съемку и монтаж засирания канала непонятным дерьмом чтобы мне за это дали 100 рублей. То есть амбассадорство я как-то воспринимала немножко по-другому или допустим в 18-ом году когда мне это предлагали меня отталкивало то что надо спамить речку сообщениями разным людям зарегитесь на этом сайте. Сейчас видимо спамить речку сообщениями не надо если бы я до этого еще не дошла может какой-то высший уровень где только на высшем уровне можно спамить личные сообщения зарегитесь на сайте. если ты как бы должен продвигать сайту массы и люди хотели после этого зарегаться после этого поста то не должна быть капи-паста и зная это можно поделиться рецептом который действительно достойный интересный который тебе понравился у нас никак не капи-пастой там один человек тоже писал эту тему видать не только а я не догнала почему рецептами считаются только те фотоутзывы которые по базе делали человек не дождавшись от меня за 3 дня никакого рецептора фотоутзыва по базе для поддержки новых авторов надо подписаться лайки камень и так далее такой лицемеред кривина говоря зачем мне подписываться на то что мне неинтересно допустим там одна дама помню в чат написала еще так это сильно по-мембратски друзьяшки подпишитесь на меня а я в ответ на вас я сразу вспомнила тему на ютубе типа дружим каналами дружим каналами или на стихах любом литературном сайте где тебя камень а потом говорят ты должен зайти ко мне чтобы меня прокамень не помню на стихах даже правило было написано почему я должен кому я должен ну и там на него кто-то подписался кто-то мужского пола и она ему пишет мой дорогой типа ну да видать чувак охренел что-то такое он типа мужа в одной лодке думаю ё-моё с какого хрена такой панибрат что-то в рабочем чате ну и человек этот главный амбассадор пишет не возникли у меня какие проблемы или еще что совершенно не читая сообщения про это когда мне просили ссылку на репост в одноклассниках на рецепте после того как я сообщение написала я не выдержала написала что я вам вышла написала вот ссылку ну почему ты пишешь человеку и не можешь прочитать что тебе говорят либо не спрашивай либо не пиши ну либо читай либо не спрашивай не пиши мне объясняют что у них список литературы такой что мне сейчас не подходит вот что я сейчас ем у меня на десерт творожок политый медом или вареньем когда он есть он сейчас есть но в морозилке а тот который был я поделилась с кошкой частично себе ну немножко подела с мылом сегодня на завтрак не висит а я отдала мне суп-туря какой-нибудь это кабачок бальцоват допустим лиски либо сверклы петрушка и либо салат листовой либо щавель лиски семена чая это все на курином бульоне который как основа курицы запеченной все вот такой супчик я его измельчаю блендером либо еще какие-нибудь щитки зеленые по большей части измельченные блендером салат был для этого салат огурец помидор вареное яйцо не просто огурец помидор какая-нибудь зеленуха то что у меня в принципе по идее этих рецептов пруди подобных на купе и у меня они даже есть вроде как запеченная курица одно я на булочке ела салат суп и запеченную курицу десерт порог смел и сейчас все мне сейчас выпечкой какой-то вообще неохота не заниматься не есть ее крайне редко что вот я там покупаю хлеб какой-то для печенья у меня там ну или подружка к чаю приносит для печенья делать какие-то меренговые рулеты я сейчас вообще не хочу никакую от таких десертов я даже стараюсь на вечер если мне хочется что-то сладкое лучше я просто меда с чаем выпью из банки меда выпить а потом чая у меня на месте тушеное манго не стараюсь если мне часов 10 хочется еще вот такого ветра то я не ем манго у меня есть какое-то печенье я тоже его не ем стараюсь его где-то вот ну не позднее шести вечера может и потом на желудке будет сахариновать тень ради получения какой-то возможный подарок фарточка фарточка у меня есть вот на мне все-то издалили еще на механке в году в 17 фарточка с логотипом речасочки с логотипом след на в каком через сколько времени ради каких-то там звезд которые не факт что тебе дадут потому что их может дадут тебе если человек этот главный амбассадор захочет или нет либо не дадут либо придраться к какой-нибудь фигне в рецепте который даже и придраться то не ну не знаю что и смысл нарушать диету ради вот этого всего вообще не понимаю аналогично с фотоотзывом ну соответственно ты готовишь а давно публикуешь фотоотзыв по списку напоминало немножко как обучение Федя когда перед экзаменом тебе вам дается список литературы ну в смысле список тем и что досталось про то и пишешь или что себе урвал на то и пишешь ну блин это как-то обучение было а тут чего ну и я написала человеку что на данный момент моя диета мне не позволяет готовить блюда из их списков сначала я думала что это каждый ну тема один день один рецепт оказалось потом что задание дается на целую неделю ну можно за неделю там по списку что-то приготовить на фотоотзыв или на рецепт информация конечно дается у них сразу вообще никак ты заходишь от аббасандоров и сразу должен знать все что от тебя ждут внятно они ничего не могут сказать нигде не прописано я только сегодня узнала спустя несколько дней и десяти раз задавая вопросы в личку одного типа админу и в личку другого типа админу и в общий чат несколько раз что рецепт что рецепты не по базе рецептами не считаются они логичны фотоотзыв я думала вообще обалдеть ну не ерунда я думаю когда мне еще тогда уже с полгода я не поняла почему не в этот раз мне стали писать за три наверное за год предлагали что я крайне редко пишу сейчас рецепты публикую там что-то мне задолбало их игнорировать или отникиваться ну я попробую поучаствовать если затянет хорошо если не затянет ну значит не затянет и оно оказалось совсем не тем чем я думала может они меня когда долит потому что я совсем не подхожу под эту роль не перестанут не спамить останьки аббассадора это так круто лицемерить друг к другу не может сказать что это вежливое общение но когда эти не от души это пишется а некоторые пишут реально с подколом там какую-то рецепту квашеная капуста в пакете я еще в прошлом году от одной зрительницы узнала про этот рецепт и то пошла накупать добавила закладки думаю ну может сделала как-нибудь и там три фотоотзыва как бы люди уже проверяли этот рецепт и он как бы работает всем все нравится и вот тот самый амбассадор а то есть для всех докапываться по-моему у меня где-то писала какой-то подкол садухотвореным оттуда я могу лицом она подголова замаливала автора что капуста протиснет но ничего путала не год не может зачем ничем вообще писать какие-то пакости человек пишет чисто за себя хошь готов хошь не готов там встречаются люди по большей части типа вот так вот так вот делать а дальше знаете мне неохота писать вы лучше посмотрите мой блог ссылка некрикабельная забивайте вручную переходите ищите и смотрите я думаю вообще люди как бы заходят за рецептом они для того чтобы посмотреть твой блог причем я в одной даже посмотрела этот блог в смысле видео после того рецепта думаю ну может раз я и религия запретила нормально писать или вырезать при монтаже сходочки и вставить их в рецепт если сфоткать религия запретила в этот момент может у меня видео рецепт все таки меняли и внезапно меня жало разочарование прям удивительно видео рецепт был не меняемый и так где-то вот каждый второй по большей части если не каждый первый с этой темой если кто-то вдруг все еще слушает ест и смотрит это вдруг в свое время или может сейчас является амбассадором какой-нибудь поддонной контурки поделитесь опытом камера а если вы даже внезапно ну вдруг амбассадор купета жесткого и мой взгляд на эту систему с вашим глядом совсем не совпадает то пожалуйста пишите не агрессивно ну можете конечно агрессивно писать ну короче тоже определитесь опытом так вот та дама прочитав мое что мне не подходят вот эти рецепты можно ли просто писать рецепты считаются ли они за рецепты проигнорила вот это мое и в третий раз кинула мне одну и ту же капитал ссылочки на бару челленджи прочую требуху я думаю зачем вы набираете людей если у вас такое отношение там еще случился чатик я туда не стала вступать флудилка я просто даже почитала то что пишут в этом общем чате амбассадоров зачем он судил амбассадоров если они флудят в этом же чате я понимаю что там контингент именно тот контингент с которым я до сих пор не могу найти общий язык это это как не при старе сказано моя подружка жалово с кстати я в этом плане более мужик, чем девочку, в плане обсуждения непонятной фигни, в плане тратки времени на обсуждение непонятной фигни. Но так внезапно, я, наверное, всё-таки правда хотела есть. Я попутила по окружению еда еда и салати. Ко мне, по ходу дела, не один бог пристал, а целых два. Все лезли с меня, и мне сейчас со мной жрут. Ну и с той темы бог пристанет, мало знает. Тут как бы, как тут видно, не видно, совсем чуть-чуть осталось. Вроде как оставлять и всё, потом уже не будет съесть, оно и рейс тортится или типа того. надо жлякать. Хлебушка, правда, тут кусочек не доелся. На ему, наверное, доесть. Но внезапно это очень вкусно. Несвежий, как вообще такой салатик. Напомним, фиолетовая капуста, белая капуста, огурец, морковь, перец, яблоко, петрушка, соль и масло конопри. Я думаю, пока у меня есть тот большой перчик, фиолетовая капуста, и несколько кусков неполноценных белой капусты, белогочаной. Ну а салатики такие делают. Просто меня выдох угостили где-то одна четвёртая. Мне выглядит как половинка капусты. Там какой-то огромный качан бабушке выдали в дар. У меня есть нарасполовичатая капуста, которую я брала в деревню, но не случилось. Её съесть, она у меня в нижнем ящике в холодильнике лежит. Для полонты. Был ещё какой-то кусок капусты, который вот как раз вот из салата шёл. Где-то одна пятая часть маленького качня. Из той четвёртой части, которая выглядит как половинка, я из половины сделала когда-то крашеные капусты. Две половины у меня сейчас на балконе уже в пакете. Экономно, бюджетно, учитывая, что я с этой пенсией что-то до хрена потратилась. Манга аж два раза покупала. Бразильские орехи и ещё какую-то требуху. Чая тысячи на две. Ещё не больше. На две с половиной, наверное. Равного цикла. Кстати, потом будет одно чай. Я думаю, это надо ложкой доскрески. И вкусно, и полезно, и бюджетно. Бери зрительную заметку. Если ты тоже ещё так особо никогда, ну, сам себе не делаешь, что тебе согласили. Если только, может, я тебя вкусил. Вкусно. Можно много слопать, если давно не ел. Ну, я думаю, оно не особо калорийно. Так-калорийно. Может, мало как чай достать. Так. Может, мало как чай достать. У меня есть финиковая паста, мармеладик какой-то. Эту фигню я буду вливать сейчас к вам, ребят. Надеюсь, получится, что я поняли сделать. Варенье, мёд, банан даже есть. Я сегодня в Азонку доехала и в Айберис, поняла, что мне совсем фигово. Ещё, а чай остыл, выезжая из Светочного, в Амазону еду. У меня вчера же была судорога на левой ноге, подколенная. А тут чувствую боль, типа как от судороги, ниже, вторая середина, ближе к стопе, нижняя часть голени, на правой ноге. Это считается вообще писец, когда что-то там судорожит эпилептические, или просто судороги бывают такие, вне эпилепсии. Ну вот, наискосок. Вот здесь, значит, сердце, правая нога, да? Левая рука, правая нога. А правая рука, левая нога, это ещё как бы нормально. Я еду на велике, думаю, блин, остановлюсь, будет ещё хуже. Начинает долбить болью в двух местах правую, левую ногу. У меня ампула магнезии, на голове кепка, на улице мелкая морось. Пробую вставать на обочину, доехала уже до механки. Я до механки думаю, встану на обочину, выпью магнезию. А дождик усилился, я без куртки прямо в спортивном костюме. Ну и я, короче говоря, как бы понимаю, что хрен знает, может мне потом чего-то странного захочется от этой магнезии. Можно раздолбать бутылку, налить и пару глотков делать. А в том случае надо было вот именно раздолбать, выпить, она горькая уже, как песет, как водка. Я как-то пробовала замёрзшая, приехала с одного места попросить для трудящихся, ездила в ярик, завозила какую-то там работу учительскую. Пет тогда ещё, тогда ещё даже не планировала поступать за воду. Замёрзла как собака, и мне с порога налили маленькую стопку водки, сказали залпом выпить, гадость несусветная. В общем, магнезия по вкусу такая же. Ну и запустила, я думаю, пока я тут буду её доставать, пока я её буду осколопать, только я её выпью, промокну нафиг. Помолилась дьяволу, которого выдумала я, тот, у которого там, где Люцифер думается, короче говоря, а сатана женщина, Инферносферат. И доехала как-то нормально. Ну, понимаю, думаю, я в магнит могу зайти, а мне надо было пакетики. Я поняла, что на Вайтбрис пакетики покупать выгоднее. 50 рублей 50 штук, а там 58 рублей, ну, если поделить эту сумму, 100 штук или 85 штук. Ну, как-то всё равно выгоднее. Я купила пару бананов, которые самые мягкие. Приехала домой, он ещё сладкий из-за того, что супер мягкий. И вот кусочек такой маленький захомячила, и меня попустила. Можно сказать, умение, когда-то возникшее, благодаря местным врачам, ходить в обмороке, то что, трансформировалось в умение ездить в состоянии ауры на велике. Нет, конечно, это лучше не делать так вот, не повторяйте это дома, скажем так. Не повторяйте это сами. Но тут вынужденная мера была. У меня ещё мигрень сильная была, думала, таблетка мне не помогла, думала, ну, проедуся. Может, на все же воздухе попустит. Но в итоге всё-таки попустила как-то так. Наверное, на этой ноте с манго и недопитым чаем. Я с тобой, зритель, попрощаюсь. Я надеюсь, ты поел. Ну или типа того. Пока. Чавк, чавк, чавк.